Субтитры делал DimaTorzok Я тут с вами ненадолго Хотя не знаю как повезет Пробка образовалась Вот я в ней и стою Не знаю насколько это затянется все Думаю дай-ка выйду, хоть с вами поздороваюсь Ну так едем, но медленно Привет, привет Всем привет Как отношусь к Лену Путеролу? Не знаю, я не могу его есть Мне плохо от него Меня от него трясет, поэтому я не ем Все народ ест, я не знаю, честно говоря И у меня таких прям опытов нет Поэтому сложно сказать Не, не везде всегда Просто я вообще на самом деле Сегодня достаточно свободно перемещаюсь Но конкретно Вот что-то в этом месте встала Общусь с ней спокойно Да, и паника Поэтому я попробовала Пару дней поела и я не могла кушать Я не знаю когда будет Потому что в версии я больше Практически не появляюсь А в ворд-классе не удобно Потому что много народу И некому особо снимать Вот Вот Не очень удобно там Снимать народ очень много Ну Кушать больше БЦА Употреблять больше белка Как соревнования Соревнования Хорошо на Арнольде, которые были Я думала все уже в курсе Третье место на Арнольде В Америке Почему у бикинисток плохая репутация Не знаю, я думаю, что надо спрашивать Индивидуально у каждого Скорее всего Поэтому Каждый я знаю девушек Очень приличных Замужних С кучей детей А следующий выход На чемпионате России Я так понимаю Чемпионат России В конце В конце апреля будет Ой, я засыпаю Не могу Все стоит Мне тут осталось ехать Буквально один перекресток Ой, я не знаю в каком кубе У меня сначала один куб Потом второй Потом мне хочется в старом У меня новый лежит Не знаю, что-то мне то то не то то Не так Я не знаю пока в каком кубе Ну как жесткая сушка Такая нормальная сушка Как обычно 500 грамм творога Ух Ну смотря для чего Если вы просто хотите Худеть Не худеть, а просто быть на поддержании Ну не, 500 грамм творога это жесть конечно У меня все Титтифапиуш Это мой спонсор Между перетреном Ну перетренированность Это определенно физиологическое состояние Которое зафиксировано Скажем так в учебниках И оно подробно описывается То есть перетренировка Перетренированность Так называемый синдром То есть оно имеет определенные Причины и имеет определенные Последствия То есть его ни с чем не спутать Поверьте мне Если человеку у которого была перетренированность Он никогда его больше ни с чем не спутает Когда тебе просто лень идти в зал Это одно Когда у тебя повышается температура тела Когда у тебя знобит Когда тебя тошнит Ты не можешь спать И ни о каком зале не можете речь И действительно физически Ты испытываешь дискомфорт Такой как болезнь Это не связано с тем что Ой я проснулась Мне кажется я перетренировалась Не пойду-ка я в зал Это называется лень Вот А перетренированность Имеются определенные симптомы Вот и все Дистанционки никакие не веду И не тренируя И не пишу планы тренировок Не я не покрасила Наоборот краситься Тонировать надо Они у меня смылись просто Ну в остальных случаях конечно идти Вообще больше БЦА Больше витамина С Больше отдыхать Я не знаю что такое Black Mamba Слышала я не пью же разжигатель Вообще не могу сказать Толчком Да не знаю Не было толчка Просто интересно было Только что называла симптомы Перетренированности Поднятие температуры тела Тошнота Отсутствие сна Озноб Может быть Вот Как при легкой простуде Такое может быть Ломота в суставах Все это сопровождается Бессонницей Поэтому Это не спутать ни с чем Потом мне говорят Ой Мне кажется я перетренировалась Мне так неохота идти на тренировку Вот я встала Вот что-то у меня мышцы болят Все я перетренировалась У меня один раз такое было Когда только начинают бихини готовиться До этого я У меня такого не было Ну потому что я тренировалась Там 3-4 раза в неделю Хочу тренируюсь Хочу не тренируюсь Как-то Ну вот так спокойно А тут мне надо было Кардио по часу Кажденькая сушка началась Тренироваться 5-6 раз в неделю И все Я офигела Короче У меня вот реально началась Перетренированность Мне было так плохо Да Отдохнуть Валерьянка помогает БЦА Витамин С Нет это свои волосы Они мне не особо густые В принципе видно Я не претендую там на мисс Супер густые волосы Вот Ну какие есть Свои Но думаю что к чемпионату Придется нарастить Потому что Почему шучу Так уже Не это самое Такое настроение у меня сегодня Видите На самом деле шучу и песни пою Ладно уж Что у меня там Каким должен быть хороший тренер Хороший тренер Должен показывать результат Это раз Второе Хороший тренер не должен Вредить вашему здоровью У вас не должны болеть колени Суставы Если все это происходит Вы не должны Испытывать ощущение Перетренированности Опять же О котором я говорила Если все это происходит Значит Нагрузка была подобрана Неправильно Значит Значит тренер плохой Я посмотрела тут Какой-то передач Я не помню Бешеная сушка какая-то Что-то в инстаграме Меня просто отметили Что-то там просто Я включила И там какая-то девушка Которая явно очень сильно Полная Ну С лишним весом Делает бёрпи Делает какие-то выпрыгивания Причем вообще там С такой техникой Просто смерть коленем Я это все увидела Думаю боже мой Тут же она пишет Что-то у меня суставы Спина болит Колени Ну конечно Человек явно не спортивный Спортом не занимался И тут она практически фигачит А-ля кроссфит Какие-то круговые С бёрпи С какими-то Подпрыгиваниями Запрыгиваниями Зашагиваниями Я на это все смотрю У меня тихо волосы дыбом Поднимаются К счастью Я прошла школу Ворд-класс Все знают Кто работали в ворд-классе Как там Сдают тренера все И как там Внутренне Корпоративное обучение Поэтому это конечно Ребята все Это невозможно Так нельзя конечно С людьми Обходиться Это все Нехорошо Нагрузка должна постепенно Нет Я подтягиваюсь Сейчас Вообще подтягиваюсь Но я уже давно не подтягиваюсь Я только в гравитроне Потому что у меня спина Достаточно большая Я уже ее не напрягаю Не открываю Когда позирую И не хочу чтобы она росла Особенно в ширину Я же еще Бодифитнес не планирую А что с Путровой? Я не знаю Я просто не общаюсь с ней Я не знаю что с ней Мне сложно говорить Меня постоянно спрашивают А что там Усманова? А что там Путрова? А что там Мухминова? А что там это? Ну как я могу разговаривать Если с людьми даже не общать? У меня нету Контактов этих людей И вообще я с ними Никак не пересекаюсь По жизни Почему я должна Куда-то с ними ехать Или там общаться Или где? Нет Не была Это Честно говоря Я не знаю Даже Кто это был? Какая это девушка просто Нет Я не тренирую Я не составляю Планы питания Тренировок Я этим уже не занимаюсь У меня сейчас Несколько Приоритетных направлений Это про вкус Которым я напрямую занимаюсь Постоянно Это первое Второе Чем я сейчас занимаюсь У меня очень много съемок сейчас Вот на Матч ТВ Мы сейчас снимаем Уже два выпуска снялись Сейчас еще одна будет передача Потом Сейчас какие-то ТВЦ ТВ-3 Ну в общем очень много сейчас Вот на той неделе Двое съемок было На этой Одни и завтра Вторые будут Поэтому у меня Сейчас Эфирное обещание заполнено Потом Я занимаюсь Про вкусом Рестораном занимаюсь Еще у меня пара проектов Которые мне нужно развивать Которые у меня есть Нет Мне не платят за съемки Все на безвозмездной основе Так называемый Пиар Ну да Настя тренер Она же училась на тренера Я попросила ее Версы устроили Туда же Где я работала Там нехватка девчонок Трениров было Там мало в утреннюю смену Девочек было Она хотела Я поговорила там С ребятами Ее взяли Но она училась В принципе Она в детском фитнесе работала Про вкус доступней Ну У нас Другой сегмент Мы не делаем Про вкус доступней Доступней он точно не будет Потому что Мы занимаем бизнес сегмент Мы изучали рынок Эконом сегмент За тысячу рублей Шматок курицы Из пароварки Которую вы можете сделать дома Мы не будем делать Вот А продукты Которые у нас есть Угорь Гребешок Нерка Ледяная рыба Можете зайти в магазин И посмотреть сколько она стоит Соответственно Исходя из Себестоимости данных продуктов Премиум класса Мы делаем нашу еду Потому что наша еда Это не просто Для того чтобы прийти И сожрать там Шматок этой курицы Непрезентабельный С рисом С петрушкой У нас немножко сложнее Технологический процесс Поэтому Вот так вот Поэтому к сожалению Или к счастью Наш провкус стоит Дороже Чем Чем Курица Еще А еще Да девочка в Америке В NPC выступает Сейчас у нее будет супер форма Она выходит буквально Через неделю Вот И Будет еще круче форма Она уже победила На одном чемпионате В NPC Сейчас будет еще Один чемпионат Где Ника Будет Да Ника Ника Да Лазутина будет выступать Мы с ней постоянно на связи Мы ее готовим И она будет Сейчас будет еще лучше Она досохла Мы просто сушились Две с половиной Или три недели Она мне просто говорит Я хочу выступить Ну вот пришлось Быстренько ее сушить Естественно она не досохла чуть Нет Я ее не знаю Ну как бы я ее знаю Я с ней не знакома Не общаюсь Вот Ника Да Сейчас будет Ника Выходить буквально еще Через неделю И будет уже Форма намного лучше Сейчас я уже буду Отключаться Потому что Ну классно Здорово Хорошо что У каждого У нас девчонок много хороших Бикинисток много Поэтому каждому По вкусу Найдется Найдется Как говорится Бикини За которой можно болеть Разыгрывать программу питания Нет Нет Почему Ника готовится Она же писала Она готовится Через Усманова Тим Я ее готовлю Нику Может быть она там С позированием К кому-то еще ходит Да нет Все полностью подготовка На мне Ну как бы мы с ней Постоянно На связи Практически каждый день Поэтому Не Она писала Спасибо тренеру Спасибо мне Спасибо Усманова Тим Я не знаю Мне нужно для того Чтобы адекватно оценить Все Ситуация Для этого всем Для этого всем нужен тренер Каждому Всем и каждому Sorry Сейчас я положу телефон Поверну Здесь нужно Обе две руки Совершу небольшой Опасный Маневр Никому не рассказывайте Чуть-чуть Нарушу Обычно Я не нарушаю И вот я приехала Я приехала Вордкласс На тренировочку На легкую Ненавязчивую Тренировочку Сколько готовилась Девушка Ну, полгода где-то Тайм Тайм Афт тайм Что-то такая песня На-на-на-на-на-на-на-на-на Так Ребята, все, я приехала Заезжая на парковки У всех бывает разногласия Всем хорошего дня, всем целую Всем пока